Здравствуйте. Нагорно-Карабахская война, наверное, так же можно назвать, или Карабахская война, потому что бои велись не только на территории Нагорного Карабаха, но и Равнинного Карабаха, подходит к своему логическому концу. Армянская армия потерпела серьезное поражение, оставила территории, на которых она окапывалась, которую она удерживала на протяжении нескольких десятилетий, и отступила неизвестно куда, собственно говоря, поскольку азербайджанские войска, по ряду сообщений, уже ведут бои в Лачинском коридоре. Лачинский коридор – это последняя ниточка, последняя дорога, которая соединяет, собственно говоря, сердце Нагорного Карабаха, Шушу и Степанакерт, или Ханкинди, как называют его, азербайджанцы с Арменией. Даже артиллерийские удары или авиационные удары по Лачинскому коридору ставят Нагорно-Карабахскую непризнанную республику в тяжелейшее положение, когда надо либо сражаться и умирать под ударами беспилотников и артиллерийских систем до последнего человека, либо надо капитулировать на каких-то условиях, но на каких условиях. Дальше начинается самое интересное. Мир вступает в ситуацию такого торга, когда казнить нельзя помиловать, где кто правильно расставит запятые и является содержанием политики. Владимир Путин начал публичную медитацию на эту тему, навалдав и порассуждав о том, что да, с одной стороны, неплохо восстанавливать территорийную целостность, с другой стороны, не надо стрелять, это все можно делать мирным путем и так далее, и так далее, и так далее. Это говорит только об одном, что Россия находится в полном шоке от того, как азербайджанская армия за кратчайшие сроки разгромила армию Нагорного Карабаха, которая считалась фактически, ну ладно, де-юры нет, но де-факто это было передовое подразделение армии российской, потому что она строилась по российскому образцу, вооружалась российским оружием, офицеры учились в российских училищах, и, в общем, казалось, что все, что тут, как говорится, у нас на бумаге рисуется и в планах составляется, там будет реализовано. Но выяснилось, что на деле техническое превосходство азербайджанская армия, которая с закупалами, причем никто бесплатно это Азербайджану ведь не давал, разведывательные ударные турецкие беспилотники, израильские ракеты, обеспечила этой азербайджанской армии преимущество на каждом участке поля боя. Конечно, я уверен, что армянские солдаты храбро и героически пытались сражаться, но у них это не могло получиться, поскольку и вооружение, и техника, и тактика, да и, в целом говоря, идея, ради которой им не стоило сражаться, устарела, потому что совершенно ясно, что армянский народ оказался заложником геополитических игр, спекулянтов, мошенников и разного рода жуликов, которые сами зарабатывали миллиарды, курсируя между президентами, между странами, между богатеями, рассказывая о том, что Карабах будет вечен, что мы вечно будем на Южном Кавказе контролировать ситуацию, мы будем опорой любых сил, которые захотят сделать у нас ставку, или России, как говорил Карабахский клан, сидя в Ереване, или Америки, как говорил Ереванский клан, сидя в том же самом Ереване, в лице Пашиняна. Но случился Черный Лебедь, событие, которое никто не ждал, но которое в корне меняет все расклады. Азербайджанская армия не стала прогрызать окопы армянские, теряя сотни солдат, как уже к этому подготовились пропагандисты, ангажированные армянской стороной. Она просто продавила непрерывным артиллерийским и авиационным ударом всю эту оборону и превратила ее просто-напросто в ничто. Это настоящий Черный Лебедь. Теперь ситуация следующая. Как только Азербайджан освободит полностью всю свою территорию, очевидно, это будет, и мне непонятно, какие силы внутри Армении, внутри Нагорного Карабаха военные могут этому противостоять, то после этого встанет вопрос, надо ли заключать мирное соглашение. Понятно, что Адуву заключать надо. Мирное соглашение может быть заключено следующим образом. Обе стороны, Армения и Азербайджан, признают территориальную целостность друг друга. С армянской стороны, конечно, уверен, возникнут просто крики и разного рода движения по поводу того, что нет, мы никогда не признаем, Карабах это армянская земля. И таким образом вопрос может быть подвешен армянской стороной. Те же самые спекулянты международные из диаспоральных структур, транснациональных, живущие в Ницце, в Монако, там, не знаю, в Париже, Лондоне и Калифорнии, и в Москве продолжат спекуляции армянским на горе армянского народа, продолжат спекулирование жизнью армянских ребят, которых они посылают в эту мясорубку, для того, чтобы опять ловить свою рыбу в мутной воде истории и актуальной политики. Но фактически, предположим, что все-таки мирный договор заключен. И обе стороны, скрипя зубами, признали суверенитет друг друга, признали нерушимость границ, признали то, что Карабах, который, как обещает Ильхам Алиев, должен получить автономию в составе Азербайджана, какую-то не бывало. Я уверен, что так и будет. Я уверен, что в армянских селах Нагорного Карабаха, если там, конечно, армяне не убегут оттуда, будут самые лучшие дома, и что специальным грантом Ильхама Алиева или президентской администрации туда будут выделяться средства на развитие этого региона, потому что так было, по крайней мере, в цахурских и лесгинских селах северного Азербайджана. Так вот, они, допустим, подписывают договор. После этого нет никакой мотива не открыть границы и не начать трансграничное сотрудничество. Не только, между прочим, между Арменией и Азербайджаном, но и между Арменией и Турцией. Потому что Турция блокировала границу с Арменией только по одной причине – из-за Нагорно-Карабахского конфликта. Снимается Нагорно-Карабахский конфликт, и граница с Турцией открывается, Армения становится посредником транспорта. Там железнодорожные пути очень такие мощные идут, по которым поезда не ходили через Армению в Турцию посредникам. Зачем тогда будут нужны все эти миллиардеры, которые прыгают по Москве и уверяют... Ну, сейчас уже меньше, их сейчас уже, наверное, перестали допускать. Но еще недавно уверяли Путина, Лаврова и всех остальных в том, что Армения – это форпост, в том, что это христианская цивилизация. Тут опять-таки ремарка, если Армения – такая христианская цивилизация, почему грузины-то за азербайджанцев православные, а не за армян монофизитов? Ну, это ладно, это мы оставим в стороне, это, наверное, тема другого исследования. Так вот, их власть-то и исчезнет. Со всех сторон Армении было бы выгоден мирный договор экономически. Хотя, конечно, от священных земель эпохи Тиграна II, Геродота и Плиния придется отказаться в этом вопросе. Но на смену может прийти кооперация, экономическая кооперация, практическая кооперация, политическая кооперация. И тут Москва начинает чесать затылок. Потому что совершенно очевидно, что лидером этой новой кооперации будет Турция. Что Турция будет задавать экономические какие-то параметры. Газопроводы идут в Турцию, а не в Россию. В Баку-Новороссийск так себе, прямо скажем, реверсный нефтепровод, который так себе работает. Транспортные пути будут идти из Каспийского региона через Армению, если будет мирный договор в Турцию. Армения станет богатеть. И это богатение будет делать ее все более зависимой от Анкары, а не от Москвы. Поэтому у Москвы есть только одна развивка. Либо продолжать конфронтацию и стравливание народов. После разгрома армянской армии не очень понятно, как это делать. Разве что перенести боевые действия или какую-то дестабилизацию на территорию Грузии. Чтобы попытаться за счет дестабилизации Грузии по-прежнему поддерживать регион в нестабильном положении. И играть на этой нестабильности, заявляя озабоченность, организуя переговорные процессы и так далее. Либо подключиться к экономической интеграции с Турцией. Я лично считаю, что это огромная историческая возможность для России. Мне все равно, кто в России во власти. Россия как субъект существует, проходя сквозь века. Перестать быть марионеткой Запада, стоящей перед Западом на коленях. И умоляющим купить у вас там кубометр газа или кубометр нефти. Создать с нео-османской Турцией консорциум, стратегическое партнерство. По совместной разработке огромных ресурсов. Черноморского региона, Малая Азия. Если есть тогда, Россия еще пустая сейчас в эту Малую Азию. По созданию новых транзитных путей, идущих в европейское пространство с юга. И так далее. Я боюсь, что российская власть, которая на самом деле понимает вот эту развилку. Настолько является заложником своей стратегии вернуться в Россию, которую она потеряла. То есть в Россию Николая Второго. Которая полностью на британские и французские западные деньги служила верой и правдой жандарам Европы. То есть ее задачей было именно воевать против исламского мира, османской империи. И захватывать новые колониальные территории, куда могли бы инвестировать старшие западные партнеры. Что хотя им и хочется, и Путин это проговаривал на Валдаре. Вот у нас в Турции, там Турция освобождается, собственная политика. Такая зависть звучала в этих словах. Мол, что Турция может, а что же мы? Ну, а вы пока, как говорится, вот так вот и будете сидеть и ждать, пока все ваши расклады, которые вы выстраивали десятилетиями, про то, что Карабах будет длиться вечно, а потом все придут в Москву просить вас о примирении, рухнут в одночасье. Когда какая-нибудь азербайджанская армия или еще какая-нибудь другая армия возьмет и, как говорится, решит свой вопрос территориальной целостности. Ведь сегодня на Азербайджан смотрят на Украине, на Азербайджан смотрят в других странах и думают, а если такие беспилотники, а если такой метод ведения войны сработал, почему бы нам не попробовать? Я лично полагаю, что альтернативы миру и кооперации между государствами нет и быть не может. Проблема в том, что империалистические лидеры этих государств не способны заключить такие соглашения, поскольку их статус зависит не от народов, не от поддержки народов. Демократические процедуры, по крайней мере, в России давно уже не существуют, как форма легитимизации власти. Легитимизация власти в России зависит от силы, от контроля за ситуацией и от признания в глазах старших партнеров, которые сейчас грызутся за власть в Вашингтоне или где-то еще в каких-нибудь мировых столицах. Вот в чем проблема. Поэтому то, что сделал Азербайджан и сделала азербайджанская армия, является не просто восстановлением суверенитета отдельно взятого государства Азербайджан, а является событием, который никто не ожидал и которое перевернуло всю мировую политику, которое заставило всех этих игроков мировой политики по-новому смотреть на ставки, которые они готовы сделать на этом глобальном карточном столе и по-новому искать союзы и возможности будущего. Что же остается народом мира? Народом мира остается по-прежнему работать над тем, чтобы взять власть в свои руки, заключить справедливые соглашения между правительствами, которые будут по-настоящему представлять интересы своих народов и дальше строить мир, основанный на принципах добрососедства, кооперации, лишенного разного рода фашистских, радикальных или иных попыток завоевать землю другого или лишить кого-то ресурса за счет того, чтобы ты процветал, а там другой бы нищенствовал. Кооперация и сотрудничество. Вот лозунг будущего. Мир готовится к большим переменам, к этим переменам должны готовы и мы. Это был Максим Шевченко. Будьте здоровы, дорогие друзья.